Сохранять и развивать в Неницком округе идет активная работа над концепцией устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера. Проект для нашего региона крайне важный и нужный, учитывая то, что до сих пор подобного документа в округе не существовало. Его главная задача – определить основные пути сохранения и поддержки самобытности народов Севера, а также их традиционного образа жизни. В Неницком округе сегодня проживают более 7,5 тысяч представителей коренных малочисленных народов Севера, и в большинстве своем они представлены ненцами. Порядка 850 человек заняты в леневодстве – одном из основных видов деятельности. Это число необходимо не только сохранить, но и в будущем увеличить, считают авторы проекта, и выносит это положение в одно из приоритетных направлений будущей концепции. Она включает три основных направления – совершенствование нормативно-правовой базы, определяющей единую госполитику, направленную на обеспечение устойчивого развития КМНС, создание благоприятных условий для коренных народов на территориях их традиционного проживания – речь здесь идёт о национальных посёлках – и создание благоприятных условий для коренных народов на территориях их традиционной хозяйственной деятельности. В работе над проектом концепции принимают участие все департаменты администрации округа. У нас стал период пересмотра в целом государственной политики по поддержке коренных молодчисленных народов Севера на территории низкоавтомного округа. Ранние мероприятия, которые проводились в рамках окружного бюджета, они носили, так скажем, разовый характер и больше направлены были на социальную поддержку граждан. То сегодня, наверное, уже необходимо данную позицию менять. Первым шагом в изменении позиции стало смещение акцента на экономическую активность представителей коренных малочисленных народов Севера. Во главу угла авторы проекта ставят не представителя определенного этноса, а именно человека, который ведет традиционный образ жизни – кочевой или полукочевой, и занимается традиционной хозяйственной деятельностью, будь то оленеводство, рыболовство, охота или художественные промыслы. Концепция закрепит необходимость создания таких условий, чтобы у молодого поколения была заинтересованность трудиться в тундре, чтобы хозяйство и семейно-родовые общины могли зарабатывать сами достойные деньги, отмечает начальник управления по делам КВНС Алексей Ордеев. Мы сегодня должны получить, грубо говоря, с одного оленя не тот доход, который получает хозяйство именно только за реализацию мяса, но мы должны сегодня создать условия, чтобы хозяйство, в том числе и семейно-родовые общины, создавали переработку и создание новых продуктов, что, собственно говоря, повысит их экономическую эффективность, увеличит их доходы. Кроме повышения экономической эффективности, представители коренных народов, считает Алексей Ордеев, особое место в концепции необходимо уделить сохранению и развитию языка и культуры, начиная с детского сада и заканчивая подготовкой квалифицированных кадров – педагогов, преподавателей со знанием дненецкого языка. Подобный опыт можно смело заимствовать в других северных регионах. Тот опыт, который есть в Якутии, допустим, по развитию кочевых школ, он позволяет детям как можно дольше находиться у родителей. Проблема интернатов известна, когда ребенка с 7 лет забирают на 9 месяцев от родителей. Понятно, страдают в этом плане и дети, и родители. Сейчас проработкой всех этих вопросов занимаются профильные департаменты. Кстати, проект концепции уже прошел обсуждение на нескольких площадках. Она будет доработана с учетом всех предложений и рекомендаций, вынесена на широкое общественное обсуждение еще в этом году.